От саммита Азии и Европы для России многие обреченно не ждали ничего хорошего. Дело было не только в широко распространившейся в Рунете истерике на тему Путин слил, но и в ряде определенных событий, предшествовавших саммиту. Сюда относятся и трехмесячные поставки газа Киеву в долг с марта по середину июня, тут и нормандская встреча Путина с Порошенко, за которой тут же последовал пик карательной операции в Новороссии, тут и невнятная позиция российского посла Зурабова на переговорах в Минске. В общем, были основания для тревоги относительно того, что в Милане наши европейские партнеры Путина нагнут, заставив Россию спасать киевский режим за российский счет. Наверняка многие уже потирали руки, ожидая от Путина продолжения поставок газа в долг и согласия на мониторинг российско-украинской границы со стороны партнеров из НАТО. Конечно, некоторые намеки на то, что отрезвление украинцев и их новоиспеченных западных друзей будет быстрым и жестким, из Москвы поступали и до саммита. Но на саммите эти намеки превратились в самую, что ни на есть, безжалостную реальность. Первым звоночком стало то, что на встречу в Милане Путин опоздал. И, скорее всего, он не очень переживал по этому поводу. Хотя в результате задержки Путина сорвалась двухсторонняя встреча с канцлером Германии, вряд ли кто-то посмеет его упрекнуть в том, что он не бросил торжественные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Белграда от немцев ради встречи с Ангелой Меркель. Не исключено, что задержка была связана с попыткой дать госпоже Меркель время подумать о том, стоит ли так уж сильно ссориться с Россией по украинским вопросам. Было очевидно, что стратегия переговоров с западными партнерами выстраивалась заранее. И результат налицо. Попытка коллективно насесться на Путина обернулась феерическим провалом. Особенно по газовому вопросу. Мы, Россия, больше не можем брать на себя дополнительных рисков. Дело в том, что, как вы знаете, мы все-таки выдали кредит Украине в конце прошлого года в 3 миллиарда долларов. По нашим оценкам 4,5 миллиарда долларов за должность Украины, за уже поставленный газ и неоплаченный. Газпром перешел на порядок предоплаты и в соответствии с контрактом не может уже изменить условия поставок. Мы понимаем и финансовое состояние украинских партнеров. И рассчитываем, что здесь наши европейские партнеры, Еврокомиссия тоже могут и, на мой взгляд, должны подставить плечо Украине и помочь решить эту проблему с кассовым разрывом. Переводим с дипломатического на общепонятный. Бесплатного газа больше не будет. А если бреднолицым братьям так дороги интересы киевской власти, то пусть они за нее сами заплатят. Долг, к слову, уже составляет около 5 миллиардов долларов. Особую же пикантность этому предложению придает то, что кредит украинцам на оплату поставок российского газа наивные европейцы уже выделяли. Министр энергетики Украины продан, даже хвастался. Деньги якобы лежат на отдельном счету, но мы их клятым москалям не дадим, пока те требуют за газ 385 долларов. Но вот прошла встреча в Милане, и пан Порошенко сдался на этих самых 385 долларов. Но где же деньги? Походу, исчезли. Перекочевали на какие-то иные, совсем уже не газовые и стопроцентно не украинские счета. По всей видимости, европейцам придется теперь придумать какую-то новую систему оплаты газа для Украины, чтобы европейские деньги напрямую попадали на счета Газпрома, минуя бездонные карманы украинских демократов. Попытка европейцев и представителей Украины давить на жалость тоже не увенчалась успехом. В долг Россия уже ничего поставлять не будет. И я скажу почему. Я уже говорил, 3 миллиарда мы дали кредит в конце прошлого года. Миллиард 400 наши партнеры нам должны за последние два месяца прошлого года, за ноябрь-декабрь. Миллиард 400. Это бесспорная цифра. По поводу поставок в прошлом году вообще никто ни о чем не спорит. Но денег платить никто не хочет. А наша проблема в том, что посчитайте. 4,5 плюс миллиард 800 плюс миллиард 400. Сколько там набегает? Уже под десятку набегает. Но мы больше не можем поставлять кредит. Это невозможно. Это больше не можем следует понимать как больше не будем. То есть как сигнал к тому, что Россия, которая уже и так существенно сократила поставки газа в Восточную Европу из-за реверса газа, готова вообще перекрыть трубу при отсутствии денег за поставленный газ. Путин отдельно проехался по милым русскому сердцу полякам, которые требуют от России продолжения банкета и поставок газа на Украину в долг. Но почему-то крайне изумляются, когда братский украинский народ требует польский уголь за спасибо. Другим важным посылом и фактически завуалированным ультиматумом Путина нашим так называемым партнером стала его позиция по перспективам отвода войск на Донбассе. Ну, например, в некоторых населенных пунктах, которые должны быть оставлены ополченцами, выяснилось, что там сами ополченцы из этих населенных пунктов. Они говорят, мы не можем оттуда уйти, там живут наши родственники, жены, дети. Это вещи такие вроде как субъективные, но в то же время серьезного характера. И поэтому не учитывать это невозможно. Украинская сторона знает эти проблемы. Мы постараемся поспособствовать, попосредничать, порешать, найти приемлемые развязки. То есть фактически открытым текстом сделана заявка на существенный пересмотр Минских соглашений. Ополченцам отступать некуда. Уходить придется украинцам. И еще одна плюшка в рукаве. Вторая связана с законом, который был недавно подписан президентом Украины. Я знаю реакцию и оценки, которые были сделаны представителями Новороссии. Наверное, это не идеальный документ, но все-таки это шаг в правильном направлении. Тут о многом говорит сам термин «Новороссия», который применил российский президент. Как и реакция на закон об особом статусе Донбасса, при которой премьер ДНР Захарченко отозвался как о внутриукраинской бумажке, на которую в ДНР внимания обращать не будут. То есть Путин дает понять, что разговор об окончательных границах Новороссии еще не окончен. И где в будущем пройдут эти границы, нам еще предстоит узнать. Небольшой урок экономики от Путина. Второе, добыча сланцевой нефти, игра на понижение цен на мировых рынках, нанесет очень серьезный удар по этому виду деятельности в тех же Соединенных Штатах. Не думаю, что нефтяная отрасль штатов в этом заинтересована. Но посмотрим, как будет развиваться событие. Я думаю, что корректировка наступит, причем в сторону улучшения ситуации. И ведь действительно, через несколько часов котировки нефтяных фьючерсов и в самом деле пошли вверх. Особо извительные комментаторы уже успели по этому поводу объявить Путина нефтяным властелином, который издал миланский эдикт на тему «цены на месте стой раз-два». Это, конечно, для Путина очень лестно, но на самом деле все гораздо проще. Медвежий тренд на нефтяном рынке был, по сути, огромной спекуляцией, направленной на то, чтобы лишний раз надавить на Россию. Но как только выяснилось, что надавить не вышло, все стало возвращаться на круги своя. Что и понятно, иначе бы лопнул пузырь волшебной американской сланцевой нефти, отчего эффект был бы сильнее, чем 11 сентября 2001-го. Единственный вывод, который можно сделать после анализа поездки Владимира Путина в Милан – не надо истереть и дергаться раньше времени. А если подергаться хочется, примите таблетку.